SCP-1266. РУ. Объект русского филиала. Поселок Нигде. Объект номер SCP-1266. РУ. Класса объекта Евклид. Кетер. Особое словесодержание. Вокруг точки входа Альфа возведена временная зона 8. В силу близости к густонаселенным районам замаскированная под воинскую часть номер 5. Для дополнительного ограничения доступа посторонних к объекту стандартное ограждение двухкилометровой зоны отчуждения должно быть снабжено аудиовизуальными репеллентными мем-агентами не ниже третьего класса. На выходе из точки доступа Альфа расположен опорный пункт, оснащенный тяжелым вооружением. Полный список смотрите в документе 1266 ТР-2. Непрерывное дежурство должно нестись командами по 5 человек в сентябре 10, прошедших курс подготовки к противостоянию скульпторам реальности. Кроме того, в обязанности дежурных входит прямое наблюдение за SCP-1266-A с введением журнала изменений в состоянии. Точки доступа Бета, Гамма и Дельта должны находиться в аналогично огороженных двухкилометровых зонах отчуждения под постоянным наблюдением с ежемесячной корректировкой их местонахождения. В случае обнаружения аномальной активности в указанную точку доступа должна быть вызвана МОК КСИ-5 тихо в лесу. На территории активной зоны должно вестись постоянное видеонаблюдение. Техообслуживание камер и ретрансляторов сигнала проводится силами сотрудников класса D, соответствующей квалификации, с отменой ежемесячной ротации на время участия в данных работах. Установка новых камер и иного оборудования производится с письменного разрешения SCP-1266-B1, староста деревни Воронов-Никита. Люди, не являющиеся особами SCP-1266, обнаруженные на территории активной зоны, должны быть по возможности выведены из нее через точку доступа Альфа, допрошены и обработаны амнезиаком класса А-С в зависимости от конкретных обстоятельств. Тоже применимо к пытающимся проникнуть на территорию активной зоны через любой из точек доступа. Категорически запрещен прием помощи, подарков и в особенности еды и питья отопитателей SCP-1266, кроме как в рамках экспериментов. Вне зависимости от обстоятельств, любые эксперименты с объектом должны быть одобрены двумя сотрудниками с третьим, с четвертым уровнем допуска. Вне рамок исследований контакт особей SCP-1266 внешним миром осуществляется через SCP-1266-B1, передающего коллективные и личные обращения уполномоченному сотруднику по понедельникам в 12.00 до 15.30. Краткий список поступивших запросов. Уничтожение SCP-1266-A Отказано. Новые сельскохозяйственные инструменты Одобрено. Различные вещества животного происхождения для медицинских нужд Отказано. Различные вещества растительного происхождения для медицинских нужд Отказано. Различные семена редких дикорастущих растений Отказано. При необходимости предоставляются современные лекарства Помощники по хозяйству Одобрено в рамках экспериментов на сотрудниках класса «Д». Запрещено решением Совета О5 от 2000. Свежая пресса в количестве одного выпуска в месяц. Одобрено. Газеты проходят предварительное редактирование. Семена устойчивых к вредителям сельскохозяйственных культур. Одобрено. Проведение электричества на территории активной зоны. Отказано. Контакт с SCP. Отказано. Проводится расследование. Обмен устаревших денег в чеканке 1704 года по 1935 год. Общая сумма в 500 рублей на современные монеты аналогичного достоинства для внутренних расчетов. Одобрено. Дополнение от 2000. Проведение экспериментов с участием персонала класса «Д» приостановлено на неопределенный срок. Проникновение сотрудников в активную зону аномалии допускается только в случае крайней необходимости. Описание. SCP-1266 представляет собой населенный пункт, предположительно расположенный в километрах от Москвы, а также ряд связанных с ним существ и явлений. Наблюдение за объектами за пределами его активной зоны неосуществимо, так как на месте предполагаемой деревни находится лес. Аномалии не выявлено. И проникнуть внутрь можно лишь через несколько удаленных друг от друга мест. Здесь и далее точки доступа. Точка доступа Альфа представляет собой каменный мост через ручей «Удалено», которому ведет грунтовая дорога, отходящая от «Удалено» шоссе. На данный момент она является единственной ведущей в активную зону напрямую. Кроме того, на данный момент были обнаружены еще три точки доступа, обозначенные как «Бета», «Гамма» и «Дельта», представляющие собой хаотически смешивающиеся области, длительное нахождение в которых приводит к перемещению в окрестности активной зоны объекта. Они расположены, как правило, вблизи границ населенных пунктов. На основании событий инцидента 1266-РЭП был сделан вывод, что должны существовать еще как минимум две другие точки доступа. Однако их поиск на текущий момент не дал результатов. SCP-1266-A – труп человека, повешенный в точке доступа А, одет в стихарь с большим количеством красно-бурых пятен в области груди и шеи. Вместо веревки использован орарь. Оба предмета датированы веком, что позволяет предположить, что повешенный являлся диаконом. Каких-либо аномалий трупа, кроме отсутствия процессов разложения, зафиксировать не удалось. Однако все наблюдатели утверждают, что он непрерывно корчится в предсмертной агонии, при этом не пытаясь освободиться и по возможности глядя смотрящему в глаза. Считается, что именно SCP-1266-A являлся основной причиной пространственной аномалии. SCP-1266. Смотрите интервью 1266-Гамма. Кроме того, перед мостом был обнаружен базальтовый валун, лицевая сторона которого выровнена и имеет на себе надпись, нанесенную предположительно методом высокотемпературного вдавливания. Содержит следующее. Указом императора Всероссийского удалено от 1700 года. Поселение удалено. Поставлено на карантин под надзором 3-го отделения чрезвычайной канцелярии. С этого дня никому из тварей, его населяющих, не ступить на иную землю, кроме той, на которой это село стоит. Ни чьей руке более на страже земли этой не подняться. Всякая душа живая, путь сюда обойдет десятую дорогой. Под выше указанной надписью обнаружены остатки предыдущей, гласящей. Данные удалены. Возможная связь данных объектов расследуется. Ориентировочное количество жителей SCP-1260-B от 86 до 324 человек по разным подсчетам. Примечательно, что за все время нахождения объекта на содержании ни разу не удалось опросить всех членов какой-либо из проживающих на его территории семьи одновременно. Кроме того, многие представители SCP-1266-B ведут закрытый образ жизни, и об их существовании известно только со слов местных жителей и случайных свидетелей. По национальности все русские. Большинство работ в деревне выполняют молодые физически здоровые люди, 18-25 лет, отличающиеся общительностью и дружелюбием. Руководство осуществляется представителями старшего поколения, ориентировочно от 70 лет и старше. Среди них наблюдается аномально высокий процент врожденных и приобретенных уродств. Однако каких-либо серьезных заболеваний за время наблюдения замечено не было. Представителей других возрастных групп не обнаружено. SCP-1266-B проживает в крупных по деревенским меркам домах, небольшими разновозрастными группами, чаще всего родственными. При этом было отмечено необычно высокое количество мясных продуктов в рационе обитателей на протяжении всего года. Смотрите интервью 1266-Дельта. Особой аномалией частью объекта является его активная зона, пространство, в которое попадает любое живое существо, прошедшее через одну из точек входа. Она представляет собой деревню, окруженную густым хвойным лесом. Аномальная активность в данной области повышена. В частности, проникновение в большую часть районов и частных владений в пределах активной зоны, а также использование электронной и крупногабаритной техники возможно только с разрешения одного из жителей. В силу чего произвести GPS-локацию местоположения селения или аэрофотосъемка до сих пор не удалось. При попытке визуального осмотра с возвышенности местность неизменно предстает затянутой густым туманом, скрывающим все, кроме деревянной церкви, примерно в полутора километрах к югу в лесу. Недосягаемо. По рисунку звездного неба удалось установить примерное соответствие положения деревни, месту нахождения точки доступа альфа. Топография местности также является непостоянной. Путешествие к точке назначения чаще всего занимает менее пяти минут, вне зависимости от конкретного места. Однако наблюдались случаи, смотрите отчет об инциденте 1266Е, когда достигнуть цели не удавалось в течение нескольких суток. Наиболее заметной аномальной особенностью всех SCP-1266B является полная невозможность покинуть активную зону объекта. Любые попытки выйти к мосту вновь приводят их к деревне, вне зависимости от выбранного пути. Наличие провожатого и любых иных известных на данный момент средств на выраженность данного эффекта не повлияло. Кроме того, любой человек, принявший пищу или любой другой дар от SCP-1266B, подвергается аналогичному эффекту вплоть до следующего сентября. Жители деревни весьма рады подобным случаям и с удовольствием заселяют подобных лиц в какой-либо из домов на полном обеспечении, объясняя тем, что любят гостей. SCP-1260B сознательно пытаются как можно чаще приводить к подобным ситуациям, однако не применяют какого-либо насилия к посетителям активной зоны, ограничиваясь крайне ненавязчивым предложением и в редких случаях попытками хитростью вынудить принять что-либо из их рук. Лица, не принимающие пищи или подарков, любые формы бартера и оплаты за работу услуги к активации аномалий не приводят, каких-либо аномальных свойств не проявляют и могут неограниченно проходить через точки доступа. Следует отметить, что порча припасов, случайные легкие травмы и иные происшествия происходят в активной зоне с посторонними значительно чаще должного, однако прямо связать это с деятельностью жителей пока не удалось. К своим постояльцам SCP-1260B относится, как правило, крайне дружелюбно, быстро располагая к себе, а через некоторое время, пользуясь этим, данные удалены. Предположительно, при участии удалено. 25.09.2014. Внесено предложение о присвоении в статусы отдельных SCP-объектов, на данный момент находится на рассмотрении. Беременность обычно протекает без осложнений, завершаясь родами сентября, даже если сроки оказываются крайне сжатыми. В этот день все жители деревни идут в здание церкви, расположенное за городом, где проводится некий ритуал, подробности которого выяснить не удалось. Постояльцы, принимавшие участие в ритуале, исчезают бесследно. В то же время в окружающих деревню лесах отмечается появление человекоподобных созданий, имеющие большое количество животных признаков уродств, дополнительных органов или конечностей, или иных анатомических деталей. Смотрите интервью 1266 «Эпсилон». Данные существа крайне агрессивны и зачастую обладают различными аномальными способностями, создающими серьезную опасность в случае столкновений с ними. У некоторых особей обнаружились даже ограниченные способности скульпторов реальности. Разум всех этих существ является лишь рудиментарным, не позволяя вступить с ними в контакт. Однако его достаточно для организованных нападений с применением простых хитростей и ловушек. Наиболее сильные из них часто сбиваются в группу по 2-4 особи и пытаются покинуть активную зону объекта через точку входа Альфа, в явных попытках что-то найти. Смотрите отчет об инциденте 1266 «К». Хотя в этот момент они оказываются сильно дезориентированы. Подобные ситуации представляют серьезную опасность для всех находящихся по другую сторону. Интервью 1266 «Гамма». Опрашиваемое. Екатерина Липова. SCP-1266 «Б8». Интервью ведет доктор Хофф. Предисловие. Интервью, как и прошлое, проводится в доме опрашиваемой. SCP-1266 «Б8» имеет привычку везде носить с собой на руках крупного петуха, по ее словам, любимого питомца. Во время данного опроса также оставался с ним. Начало протокола. При появлении сотрудника птица начала проявлять сильное беспокойство и вырываться из рук опрашиваемой, успокоившись только через несколько минут. Липова. «Здравствуй, внучок, ты садись, садись, на ногах, правда, нет. И на Петю моего внимания не обращай, он еще дурной совсем. Со всеми пришлыми так не привык пока». Хофф. «И вам не хворать. А что, так редко сюда люди заходят, деревня вроде большая, исправная, да и не в глуши находитесь». Липова. «Да какой, там это вы городские к своей толчее привыкли. А у нас, если за год одно новое лицо увидели, уже радость. Да ты не сиди просто так, поешь чай устал с дороги-то». Хофф. «Спасибо на добром слове, но я по службе тут с вами поговорить пришел. К тому же вполне сыт». Липова. «Да когда ж застолье разговору-то мешало? Мы к вашему приходу и просенка закололи. Мне старое одно и столько не съесть». Хофф. «Простите, но этого точно не могу. Язва. Ни жареного, ни жирного совсем нельзя. Я так посижу». «Вы лучше вот что скажите. Про какую беду вы мне прошлый раз пытались рассказать». Липова. «Беда тут у всех, внучок. Одна. Зачаровали нас. Замуровали в деревне нашей, как рыбу в сетях. Никто ни шага сделать за околицу не может. Прямо под ногами дорога назад вертанет. И ничего с этой напастью сделать не получается. Только на редких гостей и надежда. А то ведь так охота на старости лет еще раз мир повидать. А от живота больного отвар куриный очень помогает. «Ты посиди минутку, я сейчас приготовлю». SCP-1266-B8 начинает вставать. При этом птица на руках снова проявляет тревогу. Хофф. «Не беспокойтесь, так со мной все в порядке. Ноги свои поберегите. Вон и Пете вашему такие скачки не по нраву. А проблемы, вижу, и правда серьезные. Еще и когда зверя голодного столько по лесам расплодилось. Я тут уже раза три волчьи вой в недалеке слышал. И как вам тут не страшно-то, липого?» Сердито смотрит на петуха. Тот успокаивается. «Ой, да какая разница, что ему нравится. Птица он, птица и есть. Ну да, твое право». А лесных жителей не надо бояться. Они людских привычек не знают. Просто так не нападут. Только если сам от них, как заяц, не побежишь. А ежели при встрече с себя главным покажешь, так они и обойдут. «А то и послушаются. Не то, что местные. Те от людского только худшее сохраняют. Да, злабливаются. Не вздумай к таким спиной повернуться. Потому в запертии держим, что к ним подход особый нужен. Мой Петенька-то, почитай, один такой спокойный на пол леса. Гладит петуха». Хофф. «Да уж, ну и дела тут у вас. А вы часом не знаете, как началось здесь всё это? Мы же помочь хотим, а вот соседи ваши почему-то на эту тему говорить отказываются». Липова. «Да они даже если бы и хотели бы». Вздыхает. «Они не то, чтобы... Что этого дедов с прадедами своих толком не вспомнят. Молодёжь, что сказать? Эх, куда мир катится?» Хофф. «Ну так мы же не только с молодыми пытались поговорить. Старики эту тему тоже обходят. Откликнулись только вы. Хотя вы и в самом расцвете сил находитесь». Липова. «Краснеет. Благодарствую, конечно, за такие слова. Да только в сравнении со мной они все молодёжь. Старше меня тут разве что только воронов Никита будет. Долго жила, многое повидала. Ещё больше услышала. Тем и горжусь». Хофф. «Так значит, расскажите про источник вашей напасти». Липова. «А отчего же не рассказать?» «Давно это было. Счёту я до таких величин не обучено, так что точно не скажу. Но знаю, что обо всяких царях на Руси тогда слыхом не слыхивали. Времена были смутные, суровые. Всякому чего-то да не хватало. А у нас тут жили себе потихоньку, даже запасы кое-какие делали. Так что лихой люд заглядываться на деревню стал. Один раз еле от грабежа убереглись. Другой. А на третий барину нашего надоело всё это. Решил он, что людская помощь кратка. А нам она на все времена грядущей нужна. Так что и просить они надо не князей и дружинников. И так он хорошо это всем объяснил, что все деревни взялись, да за три дня и три ночи храм построили. Да такой он величавый да красивый получился, что все напасти мигом пропали. Его и сейчас углядеть в ясную погоду можно, если забраться повыше и поверх крыш в лес посмотреть. Вот только недолго счастью нашему быть пришлось. Прогневали, видать, тёмные силы. Да послали нам папа, чтобы ему пусто было. Плюёт в пол. Поначалу-то он просто всем недовольный был. Купол, дескать, форма не такой, резьба другая нужна. Ну мы же люди простые, мы ему под лицу верили. А он помаленьку в силу вошёл. Власть почувствовал. А потом и вовсе озверел. Вместо проповеди стал лжу и клевету мерзкую говорить. Носился по деревне как умалишённый и требовал вещей бессмысленных и странных. Ко всем подряд приставать начал. Даже к моей прабабке предложения делал гнусные. А ещё, по слухам, видобство учить начал. Но пуще всего он против барина нашего выступил. Хулу на него возводил. К бунту призывал. И даже лично сопротив него один раз выйти решился. Да куда ему до барина нашего, конечно? Выгнал тот попа как пса. Каким тот и был. Да наказал. Чтоб не возвращался, а то пожалеет. Так поп в ответ взъярился уж совсем непомерно и сказал. Коли вы меня здесь видеть не хотите, так пускай самим вам теперь нигде, кроме деревни вашей поганой, места не будет. И, видать, сотворил колдовство какое-то из тех, которым всё это время учился тайно. Вот и оказались мы с тех пор в положении таком. И до сих пор ни помощи, ни освобождения не дождались. Хов. Ничего себе. И правда серьёзный случай. Так может вам пока священника нового добыть, он храм осветит, обряды проведёт нужные. Может наладится всё, а найти такого мы обязательно поможем. И нормального, а не так как этот, липого. Ты уж прости, внучок, да только после всего этого не надо нам больше, папа, ни нового, ни старого. К нам каждый год барин приезжает. Да все обряды, какие надо, лично проводит. Обойдёмся мы с этим без помощи. А вот место видовства от того папа обязательно поищите. Думается мне, недалеко он ушёл. Да и родню его найти надобно. Чужим людям он может глаза ещё и отведёт. А вот своя кровь всегда правду узрит. Хов. Ну, ваше право, спасибо за гостеприимство и беседу. Сделаем, что сможем. Конец протокола. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ